Авраам, будучи вызываем Богом из земли в землю, показал такое послушание, что никакие препятствия не могли остановить его. Он бежал и спешил, как бодрый юноша, исполнить повеление Божие. Мы, напротив, призываемые не из земли в землю, но из земли на небо, не покажем и такого же, как праведник усердия в послушании, но будем представлять пустые и ничтожные причины и не увлекут нас ни величие обетований, ни маловажность видимого, как земного и временного, ни достоинства, призывающего, напротив, обнаружим такую невнимательность, что временное предпочтем всегда пребывающему землю-небо. И никогда немогущее кончится поставим ниже того, что улетает, прежде чем появится. Да коли, скажи мне, будем мы показывать такую жадность к собиранию денег, что за умоиступление? Каждый день увлекаться этой мучительной страстью и никогда не чувствовать сытости, но быть едва ли не хуже и пьяных. Ибо как эти, чем больше пьют вина, тем более распаляют в себе жажду и тем сильнейше разжигают огонь, так и предавшиеся сильной страсти к деньгам, никогда не успокаиваются. Но чем более получают, тем более в них поднимается пламень страсти и разгорается печь. Разве мы не видим, что было с жившими прежде нас, как они, завладев, так сказать, всю Вселенную, восхищены были отсюда ноги и без всего, с тем только, чтобы там подвергнуться отчету и наказанию за все. Имение нередко разделяет между собою многие, а грехи, сделанные им из-за этого имения, уносит он с собою он один, подвергается за он и мучительному наказанию и ни в чем не находит утешения. Для чего же, скажи мне, так не родим о спасении своем и о своей душе думаем, как о чужой? Не слышишь ли, как говорит Христос? Какой выкуп даст человек за душу свою? И еще, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфею 16, 26. Что можешь сравнить с душою? Назови всю Вселенную, и тогда ничто не скажешь. Ибо какая польза, как сказал Христос, приобрести весь мир и повредить душе своей, которой ближе к нам, нет ничего. И ее-то, столь драгоценную, и ее-то, о которой нам оближало бы столь заботиться, мы оставим в таком неближении, чтобы она мучилась каждый день, то осуждаемая слебролюбием, то терзаемая невоздержанием, то унижаемая гневом, и различно каждую страстью возмущаемая. И не приложим к ней, хотя и поздно, никакого попечения. Кто же, наконец, удостоит нас прощения или избавит от угрожающего нам наказания? Посему прошу, доколь еще есть у нас время, омоем скверную ее обильную милостынью, и угасим ее же пламя грехов наших. Ибо сказано, вода угасит пламя огня, а милостыня очистит грехи. Сирахов 3.30 И действительно, ничто другое так не может избавить нас от огня Геенского, как щедрая милостыня, если будем подавать ее по подписанной заповеди, то есть не из тщеславия, но по любви к Богу, то есть состояние будем и омыть скверну от грехов наших, и сподобится Божие человеколюбие.